Дорогие ребята, для тех, кто чуть попозже подошел и, может быть, не слышал мое объявление, я призываю вас задавать вопросы, не стесняться. Может быть, в ближайшее время вы не увидите еще одного Нобелевского лауреата, и это ваш шанс. А кроме того, наш Нобелевский лауреат сегодня, он один из самых известных людей сейчас. И я призываю вас не бояться этого. Все понимают, что мы не носители языка. А кто-то может допускать ошибки. Это не страшно совершенно. Для того, чтобы задавать вопросы, это надо делать в микрофон. Микрофоны есть у тех, кто сидит за круглым столом, надо нажать кнопку, и вот загорается красный маячок. Но только не забудьте потом выключить, после того, как задали вопрос. Те, кто сидят поотдаль, стоят микрофоны по сторонам, и вы можете взять микрофон и тоже задать вопрос, чтобы не бежать к круглому столу. Вот обратите внимание, вот стоечки с микрофонами есть в двух круглах. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это очередной день нашей конференции будущей биомедицины. Это конференция, которую мы проводим в год юбилея. Нашему университету в этом году будет 120 лет. И сегодня день молодежи на нашей конференции. И молодежь может задать вопрос лидерам в области науки, в области биомедицины, начав сегодняшний день с лекции. Я очень горд тем, что умнее возможность представить нашего первого лектора, нобелевского лариата, сэра Тима Ханта, который получил свою награду в области физиологии и медицины. Сэр Тим Хант является одним из самых известных ученых. И мы начинаем сегодняшний день с научной лекции, где осветим вопрос деления клеток. Господин Хант, приглашаю вас к выступлению. Спасибо большое, господин президент. Что ж, давайте начнем. Я сегодня буду рассказывать вам историю своей жизни, которая в основном концентрируется в области науки. По сути, это будет научная лекция. Мы начнем с того положения, где я сейчас нахожусь, поскольку большую часть времени сейчас я провожу с семьей. У нас есть любимая собака. Мы гуляем по пляжу, и постоянно на пляже находим вот этих черепах. Мы находим их трупы. За последний год нами найдено пять трупов черепах, гуляя с собакой по имени Момо. Порядка половины всех собак женского пола в Японии называется Момо. Переводится японского. Ее имя переводится как персик. Сейчас, позвольте мне перейти к 2001 году. Это моя нобелевская награда. Справа написано Тим Хант. Хотел бы сказать пару слов о наградах. Люди часто критикуют вообще саму концепцию награды за то, что не всегда честно ими награждают. Хотел бы сказать свои мысли по этому поводу. Приз, награда, она на самом деле посвящена не конкретному человеку, а саму открытию. Мы в 2001 году получили свою награду за информацию об открытии, о том, как делятся клетки. Еще что хотел бы сказать. Как молодые, так и старые ученые должны хотеть выиграть Нобелевскую премию. Потому что всем имеет смысл хотеть, сделать важное открытие. Мы можем и должны это хотеть. Моя жизнь очень сильно изменилась в период, когда я получил эту награду. Потому что в британских деньгах значение награды составляло порядка 200 тысяч фунтов. В зарплатном эквиваленте данная сумма составила общий объем зарплаты за 4 года без налогов. Я, когда молодой преподаватель, как студент, был очень бедным, у меня никогда не было денег. И сейчас, когда я получил эту награду, я мог позволить себе, что хотел. Хотел купить фотоаппарат, смог купить фотоаппарат. Я родился в Иверс в Оксфорде. Мой отец медивиалист, он специалист по истории средних веков. Я вырос в очень образованной среде. Однако таланта к истории у меня не было. Я очень большим трудом запоминал истории, которыми постоянно делятся историки. Не было у меня больших талантов и к языкам. Мне нравилось изучать английский язык и литературу. Но, по сути, я хотел быть ученым, естественным научником. И мне очень повезло в том, что я определился с тем, чем хочу заниматься в жизни, на самом раннем этапе, еще к будущим школьникам. Меня вдохновил учитель естествознания, хоть у него и была уже степень PHD, доктора наук. Он часто общался с нами школьниками. И то, что он пытался до нас донести, оказало на меня очень большое влияние в течение всей жизни. В физике, например, я тоже не очень хорошо все понимал. Лучше у меня получалось в биологии. И когда я сдавал экзамен по естественным наукам, у нас дело в том, что в стране нет отдельного курса биологии, химии или физики. У нас естественные науки в целом объединены в один этот курс. Когда я сдавал экзамен по естественному научному своему курсу школьному, то оказался где-то в середине общего количества школьников по успешности сдачи. Меня очень сильно впечатляло в детстве Мария Кюри. Она была для меня большой героиней. Я не знаю, сколько из вас читали ее истории, но она была женщина, очень целеустремленная. И более того, она получила даже две нобелевские премии за открытие и исследование радиоактивности. Чем еще в жизни повезло, когда я родился и вырос в Оксфорде, у нас очень часто проводились внеучебные лекции, которые проводились по вечерам во вторник, и любой человек мог прийти. И одной из таких лекций в 1959 году была лекция об эволюции. К тому году мы отпраздновали столетие написания Дарвина, его известного труда. В 1960 году я посетил лекцию, которая была посвящена теме ионизирующего воздействия радиации. Я был и в Хиросиме, и в Нагасаки. И опыт этот для меня был очень интересным. Я видел биологические эффекты ионизирующего воздействия радиации. И когда я был ребенком, меня всегда впечатляли выступления этих лекторов. Они оставляли за собой след, по которому мы, школьники, дети, шли. Кроме того, в начале 60-х годов проходило взрывное развитие биохимии. В это же время появились первые кинопленки, в которых были показаны биохимические явления о том, как строятся молекулы, как строится ДНК. Я больше скажу, в последующем я начал заниматься этими темами, и меня интересовала тема того, как формируются эти молекулы. А как делятся клетки? Эта мысль оказалась полезной. Пока еще к тому времени не было возможности науки визуализировать деление клетки. И, будучи школьникам и студентам, мы начинали обсуждать вопрос контроля гликолиза. И информация, которую нам тогда дали, научно не подтвердилась. В то время мы, как студенты, школьники, не могли сказать, что та информация, которую до нас пытались донести, была неверной, потому что не было возможности визуализовать эти процессы. Не было возможности сказать, что на 100% эта информация является неверной. Очень часто нам, как школьникам и студентам, часто обращались преподаватели со словами о том, что нет необходимости верить во все то, что написано. Потому как, когда вы читаете книги, информация в них может быть не всегда верной, даже с точки зрения того, что она неверная, с точки зрения фактов, а с точки зрения того, что она является неверной, с точки зрения субъективных оценок и интерпретаций людей и ученых. После окончания школы в Оксфорде, я решил поехать в Кембридж. Почему я решил туда поехать? Дело в том, что в Оксфорде процесс деятельности в основном заточен под обучение, в то время как в Кембридже он больше заточен на исследовании. Это меня очень сильно привлекало в этом университете. Меня также привлекало то, что в этом университете работают Джим Ватсон и Фрэнсис Крик, которые являются открывателями ДНК. Кроме того, в этом городе Ньютон разработал свою концепцию вращения планет. Здесь также было определено Розенфордом строение атома. В 1953 году Ватсон и Крик раскрыли структуру ДНК. По сути, сложно говорить, что они на самом деле открыли ее структуру, потому что они не биологи, они химики. И Александр Тодд, который является профессором химии, сказал, что Ватсон и Фрэнс не открыли структуру ДНК. Они с трудом даже определили ее конфигурацию. Он и Дэн Браун как раз описали то, как действует и формируется ДНК структурно. И без этой информации Ватсон и Крик не смогли бы ничего определить. Но люди, как первая группа открывателей, так и вторая, работали в Оксфорде. И также должен сказать, что мне очень в жизни повезло познакомиться и с Ватсоном, и с Криком. И я с очень большой теплотой отношусь к Джиму и к Фрэнсису. Оба они были нашими героями, особенно Фрэнсис был героем в Кембридже, поскольку он осветил путь к исследованию моих собственных научных исследований. У него был потрясающий талант прояснять все. Он был единственный человек в Кембридже, который понимал все физические аспекты эволюции. Вот здесь они показаны на фотографии со своей известной моделью. Я начал изучать биохимию на втором курсе. Я познакомился с Жаком Моно из Парижа. Вот такая у него интересная здесь фотография. Обычно ученые не сидят с сигаретой в зубах, но здесь он показан именно так. Он в 62-м году приехал к нам и прочитал лекцию по научной тематике. И я обратился к своему научному руководителю с вопросом о том, является ли достоверной информацией, с которой выступил в своей лекции Жак Моно. Он сказал, что мы до конца еще не понимаем структуру того исследования, которое провел Моно, потому что его работа даже на английский язык не переведена, а существует только на французском языке. И только позже можно было подтвердить его идеи, когда они были переведены на английский язык, и когда экспериментально были проверены. Как только вы начинаете заниматься научной деятельностью, одной из самых больших проблем, с которой вы сталкиваетесь, это определение той научной проблемой, которой вы хотите заниматься. И когда я определял, чем хочу в жизни заниматься, мне посоветовали сходить в библиотеку и выявить какую-нибудь проблему в науке, которая была бы мне интересна. И у меня ушло порядка полугода на то, чтобы определить ту научную проблему, которая меня интересовала. Меня интересовал процесс функционирования почек, стимулирование альбимина в них. Не было в конце понятно, как работает механизм этот. И на самом деле даже скажу, что и сейчас не до конца эта проблема в науке разрешена. Можно столкнуться и с другими проблемами. Например, если вы проводите альбоминовые исследования у крыс, проблема в одном исследовании заключалась в том, что у конкретной породы крыс не вырабатывался в полном объеме этот механизм, и мочеиспускание альбомином они не осуществляли. Несмотря на то, что явление существует, просто выбор конкретной исследовательской модели не позволял разрешить научную проблему. Сейчас хотел бы рассказать о Хенри Бруксе, о его отношении об исследовании железа и гемоглобина. Гемоглобин содержит железо, напомню. Но если в гемоглобин не поставлять железо, то он перестает вырабатывать белок. Вот здесь этот исследователь занимался анализом краснокровяных телец. Я из этого исследования узнал, что при оплодотворении яйцеклетки осуществляется синтез белка. Вернон был тем человеком, который работал над этой проблемой содержания железа в гемоглобине. Но тогда он назывался майоглобин. И это он, кто... Гемоглобин, это, как установил ученый, несет кислород и устраивается в кармане на поверхности белка. И Ингрэм, который также изучал эту проблему, утверждал, что вокруг не было гемо-рибосомы, тоже составляющие глобин. И когда... Если не было гемо вокруг, на поверхности белка, то тогда рибосомы, создавшие глобины, образовывали очередь, ожидающую его прибытия. Но это очень заинтересовало меня вообще, как мы решили проверить это сами в собственных исследованиях, уже в лабораторных условиях. И мы установили, что данные, которыми он подтверждал свои исследования, были просто неправильно истолкованы им же и представлены. И мы решили установить, найти истину, научную истину относительно этого восточного, и мы решили более простые, но доказательные эксперименты провести. И я вместе с Тони Хантером и Луи Рейхардом, аспирантами, которые вместе учились. Луи Рейхард вообще является очень интересным не только ученым, но и альпинистом. Вот он стоит около стены, на которой камень, с которым он взял совершенно Эвереста. Во время своих альпинистских экспедиций, мы вместе с моими коллегами Хантером и Рейхардом решили посмотреть, проверить, существуют ли эти очереди. И мы решили... На первоначальном этапе мы пошли неположенному пути, но мы все-таки установили, что для синтеза глопина нужен кем, а контроль имеет обратимый характер. Во время моей научной конференции, которую я посетил в Греции, я познакомился со своим коллегой и другом Ирвином Лондоном, который работал в Америке, в Уудс-Холл, в штате Массачусетс. И он был очень известным ученым, и когда я защитил свою докторскую диссертацию, я начал работать вместе с ним. С одной, справа вы можете увидеть данные. Я, наверное, микрофон буду использовать в качестве указки. Я подойду поближе к графику. Это бесклеточная система, которую вы можете увидеть на слайде. На слайде, на прошлом слайде были изображены ретиколоциты. И синтезация. Благодаря исследованию этого человека можно было исследовать цитоплазму. Дело в том, что он в пробирку набрал икринки зеноводных, и при скорости 10 тысяч вращений в минуту начал центрифужить это вещество. И благодаря этому исследованию он смог отфильтровать мусор в цитоплазме и гимн. Давайте мы вернемся сейчас к нему, потому что кликер мой не работает, к сожалению. Хорошо. Что касается других исследований, как осуществляется блокировка при отсутствии гема, когда мы говорим о синтезе белка. Как это работает? Мы тогда еще были достаточно наивными, нам не хватало знаний, и мы просто... Мы не смогли продвинуться далеко с нашими исследованиями. Очень часто у ученых происходит, тех практикующих ученых, что проблема не решается, и тогда начинаешь изучать какую-то другую область. Поэтому я начал сотрудничать с своей коллегой Элли Эрхард, Эрхард, которая работала над клетками, которые были инфицированы поливирусом, и обычно краснокровенные тельца не инфицируются поливирусом, но мы выбрали те клетки, которые... Я спросил у нее, есть ли у тебя цитоплазменные клетки, которые заражены поливирусом, и она мне такие клетки предоставила, и мы увидели, что синтез белка был приостановлен после инфицирования поливирусом клеток, так же, как если из клетки убираешь ген. И это, по сути дела, привело нас к пониманию, что существуют ингибиторы, блокираторы процесса синтеза белка. И потом шла вьетнамская война, бомбардировки в Камбодже, это было время общественных, очень напряженных демонстраций. И я поехал в Вашингтон, протестовал против войны во Вьетнаме, нас разгоняли из-заточивым газом, и в то время мы осознали, насколько мы беззащитны, как граждане, перед решениями правительств, которые могут втянуть целую нацию в войну, и тем не менее это мы в итоге поняли, что в данном случае блокиратором стало двухцепочечное РНК. И мы выделили очень небольшое, небольшое количество двухцепочное РНК, и мы увидели, и увидели, что даже небольшое количество поливируса может служить ингибитором в синтезе белка. Это было очень важно, потому что в то время мы не продвинулись дальше в наших исследованиях, но это было очень... Наши результаты были отражены в статье, которая была хорошо признана, потом муж этой ученой работал над окислительным в области использовал окисленный глутататион, который также может являться блокиратором в области в синтезе белка. И это очень... И мы получили в результате три вывода, то есть с одной стороны отсутствие гема, наличие двухцепочечной РНК и окисленного глутатиона могли выступать в качестве блокиратора синтеза белка. для меня как для молодого доктора наук это было очень важным научным открытием. Я вернулся в Кембридж, я начал работать вместе с моим другом с Ричардом Джексоном, и мы образовали научный коллектив вместе с ним. Ричард Джексоном гораздо умнее, способнее меня, потому что я больше занимался общими вещами, а он очень хорошо рассматривал все детали. В 1774 году наша лаборатория сгорела, и с одной стороны это было несчастьем, но, как говорится, было бы несчастье, да несчастье помогло, потому что таким образом мы открыли новую лабораторию молекулярной биологии, и один из наших коллег предоставил нам свои возможности, свои площади, и также склады, и предоставил нам возможность обедать в его кафетерии, и это было очень хорошо, особенно для студентов, аспирантов, вообще возможность обедать с выдающимися людьми, с выдающимися учеными, такими, как Фред Сенгер, пионерами в области исследования молекулярной биологии, Фрэнсис Крэг, Джим Уодсон, это были наши учителя, с другой стороны, они были нашими наставниками, которые привлекали нас и пестовали нас, как молодых талантов, готовя нас к будущим открытиям, и, знаете, я никогда не чувствовал себя одиноким среди этих пионеров молекулярной биологии, пионеров исследований, все они были современниками, и мы, в принципе, так же, как Водсон и Крик, мы все занимались интересными научными исследованиями, делились нашими результатами, и очень интересно, что из этого круга общения очень много, очень многие люди, многие ученые получили Нобелевские премии, стали лауреатами Нобелевской премии, И вот туманная завеса, если можно так выразиться, мы из массы запутанных исследований, явлений, особенно из-за открытия, что такие соединения, как циклический аденозимонфосфат, аминопурин, кофеин, родственные пурины, и мы обнаружили, что кофеин даже был дешевле, как материал для исследования, могут частично ослаблять ингибирование, вызванное добавлением ДРНК, ДСРНК или отсутствием гема. И опять нам повезло, я не буду углубляться в те детали, это очень помог Ричард Джексон, который углубился в изучение ингибитора, и мы вышли на кеназобелок, и это достаточно сложная форма, вы видите на слайде, но по сути дела это я называю анализом крови в научном исследовании, мы все сдаем кровь, время отремления, когда у нас есть какая-либо проблема, и обычно анализ крови показывает нам, мы ученые еще, может быть, и не знаем, нащупываем этот научный наш путь, и лауреат Нобелевской премии ученый Севера О'Чо, он представил очень интересное исследование по протеин кенази, и когда мы с ним встретились, он говорит, ну давайте поговорим, давайте встретимся, и ваша команда, ваша команда исследователей молодых встретится с нашей командой и подискутируем, и в конце получилось, что четыре различных энзима, которые отвечают за блокировку, за ингибирование белка, это особенно некоторые из них являются причиной дегенеративных заболеваний, в то время это выглядело очень многообещающим сделать открытие в этой области, я работал над проблемой гема почти 10 лет, как ингибитора, почти 10 лет, и я вроде бы ее решил, и больше этой, и я, ну я помню, что у меня, я вспомнил, что о морских ежах, фосфориляции, десфосфориляции морских ежей, и я хотел посмотреть, насколько контроль синтеза белка у морских ежей, в эмбрионах морских ежей является научной проблемой, которая изучается в мире, и я узнал, что Том Хэнфри из Америки, он исследует эту проблему, он и когда он был у нас в Кембридже, я ему дал возможность пользоваться моим велосипедом, он, вот этот вот желтый велосипед, который вы видите, я дал ему попользоваться в Кембридже, и он пригласил меня на следующий год поработать в лаборатории в Уотсхолле в штате Массачусетс, и вместе провести эксперименты на морских ежах, которыми он занимался, и мы опять, мы провели, мы сравнили, мы сравнили, как образуется белок, белок, и как происходит синтез белка оплодотворенных и неоплодотворенных морских ежей, изучая их икру, и увидели, что если вы блокируете синтез протеина, то яйцеклетка не делится, поэтому мы углубились в изучении и натолкнулись на другую проблему в Уотсхолле икру морского ежа можно найти только в июле, можно по сути дела один месяц только работать из 12 и мы только ты начинаешь вроде бы нащупывать научный ответ и тут заканчивается материал для исследования и просто начинаешь а после этого у тебя 11 месяцев когда ты думаешь придумываешь что-то а потом опять в течение одного месяца пытаешься проверить это на практике в виде экспериментов и ничего не происходит увеличение синтеза белка и деление яйцеклетки происходит в синхронном режиме и мы даже посмотрите как это происходит в синхронном режиме получается каждые 30 минут происходит деление ну это даже она в левой части вы видите вот такое это не яйцеклетка морского ацит второй во второй год когда я посетил данную лабораторию США я посетил семинар участвовал в семинаре Джона Герхарда который рассматривал становлений ацитолягушки и мы рассмотрели насколько происходит оплодотворение возможно ли оплодотворение без использования семени и с точки зрения если мы рассматриваем ахроматическое веретено и я не не буду вдаваться в подробности достаточно сложные чтобы вас не запутать но если выделить цитоплазму и поместить ее в свежий ацит то мы можно увидеть что происходит переход из стадии G2 стадии роста в стадию метоза и потом ученые заметили что это по сути дела является неким универсальным правилом и можно и это также наблюдалось и других организмах морских звездах клетках человека и вероятно вот сам сам и Джон Герхард который как раз в 1979 году рассказал нам об этом я в последующие годы натолкнулся на книгу Жака Люба очень известного очень известного ученого который который проводил очень интересные очень интересные исследования по неоплодотворенному неосемененному использованию использования он использовал ациты и путем высасывания стоплазмы зрелого яйца которая задерживается в метафазе ее заведения материалов свежий и интактный ацит и к моему удивлению я это был уже второй эксперимент в этой области я подойду извините что я заметил первое и второе деление эмбрионов морского морского ежа и фотография не очень хорошая но вы видите что синтез усиливается и потом опять затухает и я подумал это невозможно потому что не было какого-то логичного объяснения потому что протеины не могут проявляться и исчезать хотя на графике видно что при усилении определенных факторов появляются и исчезают и я встретился с Джоном Эрхардом на одной из вечеринок и рассказал ему о своих экспериментах он сказал рассказал о своих он сказал о том что необходимо для появления НПФ синтез протеинов и я был полностью уверен что это все объяснит что это может объяснить нестабильность фактора ускоренного созревания и здесь могли оказывать воздействие на фактор ускоренного созревания осцилляции и в вудсхолле где мы находились один из студентов задал вопрос по поводу фактора ускоренного созревания я не смог ему в полном объеме ответить сказал что попробуйте на моллюсках исследовать фактор ускоренного созревания и по тому как были проведены исследования стало понятно что протеины должны находиться внутри клетки и это был потрясающий прорыв потому что если люди заранее предупредить что если заранее предупредить об этом при проведении исследований они они бы отреагировали на это с большим доверием и на самом деле даже никто теоретически не мог предположить что такое объяснение возможно но вот этот график показывает что экспериментально подтверждает что все как раз так и есть я сразу понял что это будет самым большим важным научным прорывом моей жизни мне было поскольку я занимался анализом контроля деления клетки в науке что очень важно это знакомиться с новыми людьми которые могут поделиться с вами новой информацией вот здесь хотел бы показать схему метоза которую предложил агуст весь сман здесь видно как хромосомы сжимаются перед метозом как у них проходит концентрация вокруг хроматического веретина здесь показаны четыре фазы деления клетки есть S-фаза кто время было очень известно что деление клетки является очень сложным процессом который очень сложно понимать вот здесь на диаграмме показан пистолет который показывает что где находится триггер запускающий процесс метоза в остальном вся карта понимания метоза в 61 году в принципе является неверной кроме того Ли Хартвел провел в 70-х годах тоже очень известное исследование относительно температурной чувствительности мутантов стало благодаря его исследованию понятно что мутации оказывают воздействие на цикл деления клетки Пол Нерс который был вдохновлен исследователями на предыдущем слайде он в своей работе также рассматривал вопрос деления дрожжей в своем исследовании он выяснил что мутации ускоряют они замедляют деление клеток вот здесь показана так называемая диаграмма Нерса перехода в метоз здесь показано что ген CDC 28 ускоряет репликацию он показывает что CDC 2 и CDC 28 это по сути один и тот же ген а поскольку они контролируют оба перехода в процессе метоза дрожжей они могут либо замедлять этот процесс либо делать его гиперактивным то есть то есть вот эта мутация в CDC 28 как ускоряет так и замедляет процесс метоза кроме того он осуществляет кодирование неактивного протеина киназы в метозе мы проводили экспериментальное подтверждение этого что очень важно данный ген был обнаружен и у человека тоже и мы начали фокусировать свои исследования на его анализе в части нашего метаболизма дрожжи и человек являются близкими организмами генетика как наука показывает факторы которые влияют на метоз но она не показывает то как что-то появляется в метозе или что-то исчезает как те белки которые о которых я говорил ранее вот здесь смешная фотография моих коллег включая Пола Нерса который осуществлял Джон Пайнс исходя из тех исследований которые проводились на морских ежах также проводил анализ икринок лягушек и выявил те же самые явления позвольте кратко сказать что мы в анализе вынесли что гену CDC2 принципиально необходим циклин для того чтобы можно было получить фактор ускоренного созревания в клетке что ранее до проведения исследований казалось очень темной областью генетики на выходе после проведения исследований оказалось удивительно простым явлением то есть при аккумуляции циклина происходит включение гена CDC2 который запускает процесс метоза Джон Пайнс провел аналогичное исследование по исследованию зеленого циклина B в клетках человека вот смотрите он появляется и исчезает появляется и исчезает наверху тоже появился и исчез потрясающе вы не находите такое к сожалению наблюдать в человеческой клетке невозможно поскольку нельзя включать химические средства которые позволяют отслеживать этот процесс у морских ежей эксперименты которые мы проводили в течение 10 лет до того как пришли к ясному четкому пониманию этого механизма были довольно интересными я когда сам был молодым мы же когда молодые всегда пытаемся показать насколько мы умные они понимают что в реальности происходит в различных механизмах развития организмов итак куда далее приведет нас дорога исследований всегда доверяйте вашим исследованиям вашим результатам доверяйте вашим оппонентам в проверке ваших экспериментов потому что если ваши эксперименты результаты исследований пройдут проверку вашими оппонентами то это повышает очень сильно их уровень достоверности всегда верьте себе большое спасибо за внимание в течение этой лекции большое спасибо для нас и нашего университета является большой честью пригласить вас и выслушать вашу лекцию у нас здесь в зале я думаю сидит большое количество будущих звезд науки и сейчас давайте наверное перейдем к теме вопросов и ответов пожалуйста не стесняйтесь задавайте ваши вопросы здравствуйте господин Хант я со своего микрофона нужно говорить да говорите со своего большое спасибо за вашу лекцию я не биолог я китаист изучаю китайский язык не биолог изучаю китай китай говорят о том что сейчас происходит клонирование различных животных проводится редактирование генома в большинстве стран запрещено редактирование генома как по вашему имеет ли смысл клонировать человека имеет ли смысл редактировать его геном я должен сказать что это вопрос на самом деле этики а не генетики мне всегда удивляет почему люди всегда настолько озабочены этой темой вот у меня жена всегда задает вопросы по генотерапии ну подположим у вас есть какое-то сильное важное большое генное заболевание и вы хотите от него избавиться почему вы не можете избавиться от него мы на самом деле не знаем как редактировать геном с целью излечения болезней было время когда люди очень сильно боялись клонирования человека мы боялись того что в школах у нас появятся школьники генетические копии друг друга или например предположим погиб у вас ребенок но вы можете воспроизвести копию этого ребенка своей дочери например не все наверное согласятся на это с этических позиций я на самом деле для себя не дал ответа по поводу того хотел бы я воспроизвести себя в более молодом виде тем не менее тема очень интересная очень интересно знать что по этому поводу люди думают интересно знать что китайцы по этому поводу думают при проведении своих исследований очень интересный вопрос есть еще кто-нибудь кто хотел бы задать вопрос господин хан доброе утро ваше большое спасибо за вашу презентацию за ваше выступление для меня очень интересно вы упоминали что вам помогало большое количество людей в преодолении ваших научных препятствий что вы думаете по поводу необходимости окружать себя внимательными людьми можно ли сказать что без них вы не смогли бы достичь тех результатов которые смогли достичь да ну в жизни с разными же людьми встречаешься кто-то тебе нравится кто-то не травится в лаборатории всегда важно найти коллегу которые были бы готовы к сотрудничеству и помощи но бывают случаи когда в лаборатории атмосфера оказывается отравлена когда появляется в ней некомпетентный человек или очень эгоистичный человек был у меня такой в жизни случай у нас появился такой человек его даже депортировали позднее из Соединенных Штатов за то что он саботировал результаты исследований и безусловно очень высокой значимостью обладает то кем вы окружите себя в своей работе ну я полагаю это важно не только с точки зрения науки но и остальных областей жизни сейчас у вас высокий статус науки много что вспомнить есть что касается нас молодого поколения насколько важно быть в окружении маститых ученых которые могли нам служить наставниками ну прежде всего вы когда вас распределяют в то или иное научное утверждение в лаборатории вы же не можете заранее спрогнозировать какая там будет атмосфера кто там будет вас окружать как в качестве коллег но прежде всего я думаю что атмосфера уважения в научном коллективе является самым важным фактором стимулирующим научные открытия потому что это конечно это в каком-то смысле удача если вы попадаете в очень хороший коллектив и неудача если вы попадаете в коллектив который разрывается от противоречия но молодые очень важно чтобы молодые ученые также объединялись в группы вам нужно научиться радоваться научным достижениям ваших коллег и это должно подталкивать вообще у меня кстати был друг который начинал вообще как историк и историки обычно проводят огромное количество времени в библиотеке вам никто там не нужен вам не нужен вы можете несколько месяцев провести в библиотеке без в архивах без особого общения не своим научным руководителям и это в общем достаточно специфическая работа и не каждый человек может быть ученым но мы должны просто научиться ценить разнообразие людей и их достижения как использовать можно ли излечить рак с помощью генной терапии конечно ответ нет но потому что деление клеток очень важно для того чтобы для жизни человеческого организма с одной стороны если вы приостановите деление клеток вы приостановите размножение раковых клеток но с другой стороны вы приостановите жизненный цикл самого организма и вы просто умрете поэтому каким образом вы лечите убиваете раковые клетки в организме это это очень сложно и конечно лучше всего это удаление опухоли хирургическими методами но не всегда это возможно если мы говорим о опухоли мозга или других каких-то сложных заболеваний не всегда хирургическое поэтому конечно люди мечтают о магическом лекарстве средстве макропулса можно так сказать и несколько лет назад были сообщения что в качестве ингибитора один из циклинов был способен останавливать развитие рака груди но на протяжении последних 30 лет идут эксперименты в этой области мое отношение к этому что теоретически скорее всего это не эти эксперименты не закончатся успехом но с учетом того что мы должны стараться все таки найти и идти вперед мы должны продолжать эксперименты чтобы с другой стороной между пониманием и непониманием процесса деления клеток лучше конечно понимать больше как и поэтому в этом в этой связи чем глубже мы изучим процесс деления клеток тем ближе мы подойдем к решению вопроса излечения рака груди спасибо еще у кого-нибудь есть вопросы еще один вопрос если позволите вы знаете что некоторые люди которые переболели которые болели раком и излечились без без немегитометозными средствами я думаю что здесь речь идет иммун иммуной системе я думаю что это усиление автоиммун иммун системы укрепление иммунной системы человека при достигнуты некоторые успехи По блокировке мутации генов раков, и, например, если вы говорите о меланоме, то там были достигнуты, в лечении меланома были достигнуты некоторые успехи. Но в целом процесс это очень сложно. Доброе утро, господин доктор Хант. Вы сказали, что для ученого очень важно верить в свое исследование и верить в себя. А что же делать, когда эта вера в собственных силах и в правильности твоего научного исследования теряется? Я должен сказать, что основываясь на своем опыте, мой научный руководитель в моей докторской диссертации всегда говорил, что вообще научные исследования это сродни маниакальной депрессии, потому что постоянно находишься в этом состоянии сомнений и постоянно находишься в каком-то туманном пространстве, пытаясь найти правильный путь. Но надо продолжать идти, надо иметь веру. И в этом отношении ваши коллеги, ваши друзья, научный коллектив, лабораторий могут оказать вам поддержку. То есть получается, что каждый ученый должен пользоваться поддержкой друзей? Да, так и есть, потому что жизнь сложная. Я считаю, что мне повезло, очень счастливый человек, потому что я занялся этой проблемой, споткнулся на проблемы, столкнулся с проблемой и решил ее решить, проблему деления клеток, познакомился в результате этого на этом пути с огромным количеством великолепных людей, ученых, коллег. Спасибо большое вам за ответ. Спасибо вам за лекцию. Мой вопрос следующий. Ваши исследования очень важны для нас. И это можно использовать в регенеративной медицине. Ваши исследования. Как вы думаете, это прав я или нет? И каковы... И если это использовать в области лечения стволовыми клетками, это принесет пользу? Ну, я никогда в эту область не внедрялся глубоко, потому что стволовые клетки – это очень, конечно, сложная проблема. И вот люди, многие очень любят... Есть люди, отдельные ученые, которые очень любят вот эту сложную проблему решать, сложность, комплексность. А я больше такой примитивист, если можно так сказать. Я люблю... Я очень рад, что мне не приходилось выращивать клетки. Вот у меня коллега, друг, он как раз занимается этим и всегда борется с тем, чтобы эти клетки не были заражены грибком или какими-то бактериями. Поэтому я, может быть, слишком ленив, но я больше занимаюсь вот своими исследованиями. Еще раз хотелось бы поблагодарить вас за вашу лекцию. Было очень интересно вас послушать. Мы сегодня очень много услышали о научных открытиях, которые способствуют развитию биологии. Что вы считаете самым важным открытием, которое произошло за последние пять лет в вашей области исследований? Ну, последний раз, когда меня действительно что-то поразило, это статья японского ученого Яманаки о синтетических стволовых клетках и как они себя... Как они отличаются, так сказать, друг от друга. Я прочитал это в журнале Nature. Но я думаю, может быть, это даже было гораздо раньше, чем пять лет. Но я должен сказать, что дело в том, что когда я начинал свою научную деятельность, мы вообще ничего не знали. В общем, у нас знания были достаточно ограничены в области биологии. Это генный код. И когда я был студентом, мы были, кстати, близки к скрытиям, которые должны были взорвать научный мир. И что касается геномики, сейчас без использования современных компьютеров нельзя продолжать изучение генома человека. Потому что касается стволовых клеток и их выделения, это очень сложный процесс. Сейчас биологу, ученому требуется очень серьезная подготовка в сопутствующих науках для того, чтобы... Я бы хотел, конечно, ну, возрассказывается, я уже мог... Ну, хотел бы, конечно, легко подниматься и спускаться по лестницам, но... Я думаю, что надо слово предоставить Биллу, я хочу предоставить слово очень известному ученому, который тоже работал в Кембридже. И он работал знаменитым ученым Лэмли и Буффер Лэмли, это все используют в последнее время биологическое. Потом он работал в институте Джона Хопкинска, Том Пурот, и он там написал очень известную книгу о клетках. И он заслуживает Нобелевской премии за изучение цикла клетки, и он изучал хромосомный пассажирский комплекс. Он изучал другие... сделал другие открытия. Он является членом Королевского научного общества, медицинской академии. И для меня была большая честь и привилегия работать с ним в лаборатории в Эдинбурге. Он является одним из лучших докладчиков. Я хотел бы предоставить слово Биллу Эрншу из университета Эдинбурга. Я предлагаю, чтобы вы еще задали Тиму парочку вопросов, потому что мне нужно с технической точки зрения настроить презентацию для своего выступления. Можно задать вопрос Тиму, что осталось нам открыть в области деления клетки, что станет очень... Я всегда говорю, что хотелось бы понять, как происходит деление клеток в мозгу, и как вообще очень интересно узнать, каким образом... Активность мозга там. Просто интересно, что если... Вот было установлено, что каждые семь лет у человека меняется нос. Хотя он и не растет, и не... Не уменьшается, он соединен с вашими легкими, и вот этот вот... Вот это очень интересная вообще проблема научная. Если задуматься об этом с точки зрения рака, с точки зрения раковых заболеваний, онкологических заболеваний, потому что раковые клетки, они всегда имеют определенную активность, роста или уменьшения, я вот... Интересно было бы в этой области. И хотелось бы дать слово Андрею. Спасибо вам за прекраснейшую лекцию, доктор Хант. Вы можете увидеть, что здесь в аудитории представляют молодые ученые, которые через несколько лет будут, и я абсолютно уверен, лидерами в науке. И мы скоро узнаем их, имена молодых перспективных ученых, которые сегодня являются студентами-аспирантами. Может быть, они постеснялись, может быть, они не знают, но они должны были, конечно, задать вопрос о том, что научные исследования, это уже не является личными достижениями, исследованиями, а это является командной работой. Я бы хотел спросить вас, каковы должны быть качества руководителя научного коллектива, какими качествами должен обладать? Ну, я вообще не сам ненавижу давать людям указания, что они должны делать. Я думаю, что люди сами должны понимать, руководитель должен давать определенную степень свободы. Я, наверное, все-таки не являюсь в этом отношении хорошим примером для научного руководителя, но очень важно вообще иметь хорошие примеры перед глазами молодых. То есть, ну, надо, конечно, быть своим энтузиазмом, вы должны быть энтузиастом науки 24 часа 7 дней в неделю. Вы должны вдохновлять своим примером молодых ученых. Они должны видеть, что вы живете, ваш руководитель научный живет наукой. Продолжение следует...